Один из этапов подготовки Гомеля к новому сезону – турнир Могилев Кап, который прошел в городе на Днепре. Три матча, три поражения, но это не главный вывод. Результат для гомельчан не имел главенствующую роль. Во-первых, новичков посмотреть, на самом деле. Плюс, ну, надо понимать, что мы под нагрузкой работаем. То есть результат, да, он нам важен и неприятно, что мы сегодня проиграли, мы, да, мы проиграли. Но есть моменты в игре, которые радуются. Понятно, что ошибок много с нашей стороны и со стороны соперника, но динамика позитивная есть. Константин Кучинский, Реймонд Адеола, Андрей Потапенко, Александр Ануфриев – это неполный список футболистов, которые гомель оставили. Как эту проблему будет решать тренерский штаб? За время работы в «Локомотиве» я привык к тому, что от нас все время уходят лидеры, и надо все время что-то строить. Да, я думаю, такие проблемы не только у нас. То есть с этим столкнутся все к ним. Мы работаем в тех условиях, которые есть. Понятно, что мы не можем там удержать своих лидеров, если им предлагают лучшие условия. Но ничего, работаем. Работа действительно ведется. Видоизменилась вратарская линия. На смену Игнатьеву пришли Владислав Клещук и Александр Нечаев. Каз заболел, к сожалению, не приехал сегодня. Нечаев. Саня опытный парень, опытный вратарь. Я думаю, что он нам поможет. Конкуренции во вратарской линии точно нам добавят. А кто уже из них ее выиграет, кто-то будет играть. В линии обороны основательности должен добавить Владислав Яцкевич, который сменил «Сморгонь» на «Гомельский клуб». Я знаю Влада давно еще. Двое игры в первой линии. Я давно за него смотрю. То, что он скоростной, он резкий, он неуступчивый. Где-то он пропустил из-за травы. Есть качества, которые мне понравились, за что-то мы его и принесли. Атаку «Гомеля» усилил Илья Грищенко, который начинал прошлый сезон в Цоре БГУ. Не смутило руководство клуба и тренерский штаб отсутствие должной игровой практики у нападающего в последнее время. Функционально он готов неплохо, но понятно, он пропустил из-за травмы именно этот игровой тонус. Но это придет. Он парень, скажем так, умный. Он не делает на поле лишнего, но он делает свою работу. Делает, он понимает, где ему нужно добавлять. Тоже думаю, что это хорошее приобретение. Остается в команде джуниор Эфагия, у которого действующий контракт с «Гомелем». Ему надо, во-первых, возрастнуть. Говорил, не раз он молодой. Ему надо в каких-то моментах быть более мастеровитым, здравым. Ну, плюс у нас, конечно, с ним большая проблема языковой барьер. Тяжело ему донести вот эти нюансы. Он вроде понимает в общем, но именно вот эти мелочи, нюансы какие-то тяжеловаты пока. Сохранил «Гомель» и еще двух ярких представителей команды прошлого сезона. Нападающего Дениса Козловского и полузащитника Даниила Селинского. Чемпионат Беларуси такой, что сложно. Там у нас нет месси Роналда. Поэтому все ребята, которые приходят в команду, они все конкурентоспособные. Поэтому, да, джуниор молодой парень, перспективный. С ним играть приятно. И все ребята, кто были с ними, хорошо. Потому конкуренция – это всегда двигатель прогресса. Кто бы ни пришел, всем будем конкурировать и вместе добивать победы. Таковы реалии. Тяжело, наверное, ребят из Минска удержать в «Гомеле». Потому что все привыкли там жить. И, конечно, если есть такие же условия, но жить дома, с семьей рядом. Ну, и тут ничего «Гомель» не может сделать. Поэтому приходится жить в таких реалиях. Поэтому собирать из тех, кто готов жертвовать домом, семьей и ехать в другой город за 300 километров ради футбола. Какие-то были, но до конкретики точно не доходило. Я сразу сказал то, что я останусь в «Гомеле» на год. Мне нужно укрепиться, показать, что это не случайность была. Поэтому это мое желание даже больше – остаться в «Гомеле». Он сразу с первого дня поверил в меня. Сразу сказал, что у меня все получится. И вот буквально, когда я забил свой первый гол, он за один день подошел. Сказал мне, почему ты не бьешь поворот? Имбей. Ну, вот получилось забить. Уверенность в себе он добавил. Он постоянно мотивировал меня. Не только тренер, но все вокруг. Пока у нас еще не было сборов, пока мы так вливаемся, можно сказать. Вот уже в следующей неделе начнутся сборы. Пока, ну, все хорошо, тяжело, но это нормально, это предсезонка. Предсезонку, к слову, «Гомель», как и все наши клубы, проведет на родине. Работы впереди немало. После турнира мы заезжаем к «Гомеле» на сбор двухнедельный. И после этого планируем заехать на сбор в Витебске. Там порядка, у нас запланировано где-то 10 спаррингов. Потом уже мы будем готовиться к первому туру. Начало сезона не за горами. Не можем не спросить про планы и задачи на него. Конечно, хочется, ну, как минимум, быть выше, чем в прошлом году. Ну, так как минимум. Ну, да? Опять же, я вам банально отвечу. Не одни мы хотим быть в тройке и выиграть чемпионат. Плюс опять же, в том году он был достаточно ровным. Все кусались, цепляли друг друга. И в этом он будет такой же. «Гомельщики» — топ в доме. Для них, ну, ребята, мы перед первой игрой контрольный сказал. Да. Особенно домашние наши игры, мы не имеем права все это использовать.